Стою на светофоре, уже все повынулись, слушайте, какие они молодцы, прям семейный подряд, раз-раз-раз, быстренько, что они только не использовали. Я, конечно, сидела там, ну, я знаю, что когда люди работают, это не очень приятно, когда вот так у тебя смотрят, в то время, когда ты работаешь. Поэтому я постаралась немножко так в сторону, не это самое, не сидеть вылупившись в них, не смущать. Вот, но время от времени, когда они ко мне обращались или что-то, я видела там такие разные агрегаты вообще. Плюс, что мне запомнилось, там ионизацию они как-то сделали здесь, правда, ионами пахнет. Наконец-то эта вонь, она испарилась, здесь хорошо пахнет. Если бы, я говорю, научились видео передавать запахи, то, что было и то, что есть, это огромная ра... В общем, это огромная-огромная разница. Все вычистили, все-все-все, вот руль не липкий, какая прелесть. Кармашки, все вот эти вот... Как этот самолет залетает, вау, прям аж всякие вот эти, вот знаете... В общем, сделали детейлинг, детейлинг, прям в каждую штучку залезли. В общем, натерли, все-все-все протерли, все вымыли, все чистенько, пахнет хорошо. Коврики все выстирали, они чуть-чуть влажнее. Говорят, мы могли бы, если бы вы машину, говорит, оставили, было бы, ну, так даже лучше, потому что, ну, времени ограничено, они видят, что я сижу, им тоже, наверное, неудобно, что я так долго жду. А мне-то нормально, что? Сижу и сижу в телефоне там, общаюсь. Вот, и это самое... Коврики, говорит, мы можем сушить, но это еще время займет. Вот, я говорю, я их просушу сами, они мне показали, сказали, что вот так бочком поставить просушить и оставить чуть-чуть щелки, чтобы проветрилось, потому что немножко влажно все-таки. В общем, колеса даже подкачали, потом... Я вообще-то не думала, что это все, ну, вообще-то, вряд ли это входит в стоимость. Ну, короче, ребята молодцы, зовут... Главу семьи зовут Ренат. Вот, а вот, ладно, неважно, зачем я буду сына, жену, короче, я разговаривала с Ренатой. Она договаривалась. Вот, и вот жена его умничка помогала, ну, не помогала, а вместе они все делали. И сын натерли колеса, колеса блестят. Вот, я сейчас, я просто сейчас уже, наверное, темноват, и я, может быть, завтра сниму. Уже солнце село, и уже так не будет видно красоту. А мне нужно ехать, Ева в гостях, у подружки нужно ее забрать. Ну, вот, и... И таки, да, просто негде мне было. На заправке было, тоже долго стоять занимать этот... Неудобно, нехорошо. Вот, людям нужно заправляться, короче, там, а я могла бы там снять. Ну, в общем, там небольшая заправка, тоже особо припарковаться негде было, чтобы не прямо упал, у вот этой вот колонки. Вот, а так показать, вот, завтра прикреплю одно к другому видео, и вы увидите, какая разница большая. До этого вставлю видео, которое я снимала другим. Я троим написала, одни вообще не ответили, другие отказались. Ну, там, короче, нужно было поэтмот, и вообще что-то как-то готово вам по-хорошему химчистку надо сделать. А эти ребята сразу сказали, да, химчистка стоит столько. Ничего не испугались, если вы приедете. Вообще, 31 декабря, надо понимать. Время уже, наверное, 6 часов. И все равно взялись. Молодцы. Я им, конечно, чуть-чуть накинула сверху, потому что, говорю, за готовность, потому что вряд ли кто 31 стал мне что-то делать. А я не то, чтобы прям такая, прям, вот, 31, а нам ехать надо будет. Я уже здесь, мне все равно, Виталик там на Атике лазит, у детей делает воздуховоды. А я думаю, делом займусь. Машину помой, масло поменяй, там, ну, вот это все, что я буду просто там. Ну, короче, вот так вот. Мне хотелось это использовать время и поехать, говорю, уже в Южную Каравину, не вонюченькой машине, а в чистенькой. Вот, и поэтому я искала, кто может либо сегодня, либо завтра сделать. Завтра еще сложнее, люди. После 31 декабря, наверное, некоторые будут никакие, не до мытья машины, не до работы будет. Вот, так что я довольна, я как слон, машинка чистая. Я сейчас надену чехол на руль. Я говорю, это будет первый мой чехол на руль. Я никогда им не пользовалась, никогда не покупала, не считала нужным. Но здесь надо, потому что он такой, как видите, под дерево сделанный. И он потрескавшийся вам в некоторых местах. Вот, и так в целом нормально. И чехлы тоже на сиденье надену. Сзади чехлы нормальные, кожаные. А спереди надо надену. Ну, и спереди, сзади, наверное, надену, чтобы прям чистенько, аккуратненько все было. И коврики у меня куплены, тоже постирю. Хотя эти коврики они выстирали идеально просто. Как так нужно? Ну, конечно, там у них оборудование и все. И они прям специалисты же в этом деле. Они просто все сделали, сумер. Я такая... И ребята такие добрые, такие хорошие, такие, как сказать, френдли. Доброжелательные, дружелюбные, вот, и приятные в общении. Вот, так что всем рекомендую. Оставлю, если что, под видео. Если вам нужно. Нет, не буду под видео оставлять, потому что не очень. Так, ну, в интернете оставлять телефон не очень. Так что, если вам нужно, напишите мне, я вам дам телефон. Если кто-то живет в Богородон, Бампана бич, Дельфил бич, Дания бич, вот здесь вот что еще. Ну, короче, вот эти все городки, там, от Майами до Богородон. Если вам не лень ехать, там, полчаса, то рекомендую. А те, кто вот ближе к Майами, там, наверное, ну, вообще, Форт Лодердейл тоже. Все здесь относительно, так, близко. Всем от души рекомендую. Причем, прайс, прайс очень-очень даже приятный. Я потому что сравнивала мне, вот, которые первые ответили, они сказали, что не могут. Ну, короче, на второе число мужик вас, ну, и вам химчистку надо, вам там это. Ну, как бы немножко так испуганно. Даже не знаем, чем вам помочь. Я такая, думаю, чем помочь? Я просила внутри помыть, все. Ну, как бы, ладно, я поняла сразу, что, как бы, так, ну. А эти даже разговаривали, все, привезете, помоем. Классно. И на 100 долларов было дешевле, чем те, которые, ну, кочевряжились. Не то, чтобы кочевряжились, они очень, она, правда, скажу, очень мило, все. Но немножко, как бы, с такой испуган, как бы, вот. А мы, она так сказала, что мы, когда моем машины, они потом, как новые. Они потом, как новые. А у вас в этой старой машинке, ну, не будет, как новые. Я говорю, так я же, я уже не стала спорить. Как бы, я-то адекватный человек, я понимаю, что если где-то потертая, если где-то чуть-чуть, чуть-чуть рваная, там, эти сиденья, я же понимаю, что химчистка и, там, детейлинг тут не помогут. Я же не совсем того. Я знаю, что она не будет, как новая. Мне просто нужно было, чтобы она была, как, ну, чтобы она была чистая. Вот. А они, вот эти ребята, сделали и чистая, и идеально чистая. И мне не надо, как новая. Она чистая и даже хорошо пахнущая теперь. Молодцы. Чем-то натерли, все терли, все тут терли. Колеса натерли, корпус натерли. Снаружи, внутри, все. О, я не знаю, куда они не залезли. Ну, вот, детейлинг, как детейлинг. И очень хорошая цена. Я вообще довольна. Ну, вот на этот, вот, прямо скажем, на... Я не знаю, какое время вы будете смотреть. Давайте не буду. Или, или... Просто в разные года, в разное время будет разная цена, я думаю, стоимость. И от машины зависит. Вот седан, старенькая машина, вышла 150 долларов в детейлинг. Те ребята мне назначили 250. Вот и разница. Ну, я, как я уже сказала, мне стало не то, чтобы неудобно. Ну, короче, я решила их чуть-чуть сверху накинуть. Потому что, действительно, ребята старались в такой день. Для многих важные. Ну, как бы, для меня не важно. Для меня это обычный день календаря 31 декабря. Ну, и что? Вот. А люди там салаты, молаты, и все равно помыли мне машинку. Я так довольна. Спасибо большое. Вот. Еду сейчас за Евочкой. А потом уже, когда все подсохнет уже, да, и... Ну, у нас и так все сухое. Коврики надо просушить. Наденем чехлы. И таки, да. Инфинити была, Инфинити сейчас. Ай, а Виталик ту Инфинити, когда продавали, он такой, Инфиничка, плакал все. Инфиничка. Ему жалко было ее продавать ту Инфинити. Это тоже хорошая. Вообще, Инфинити хорошая машина. Вроде старая, да. Ну, это окей. Как я ему тоже говорю, да, старая, грязненькая. Он говорит, да, она у вас не такая уж и грязненькая. Пыльная, да. Говорит, ну, я говорю, ну, мы купили такая она уж. Короче, я вставлю тут видео, какая она была. Вот. Ну, не выкупи, а, блин, это... Короче, это так получилось, как выписать-то. В общем, мы давно договорились с детьми, что приедем для того, чтобы поменять им воздуховоды. Виталик меняет воздуховоды. Я на, короче, на этих... На помощь, короче. Тут, там, детям съездила в магазин. Я где-то еду приготовил, где-то еще что-то. Короче, воздуховоды Виталик делает, а я либо... Ну, короче, принеси, подай. Ну, и у детей ремонт, и поэтому я там... Где-то в магазин надо заказ собрать, еще что-то. Ну, и вот с машиной повозилась. Вот, и мы давно договорились поехать. А дети, ну, короче, решили, сын решил, что... Я, говорю, куплю вам машинку. Вот такую. Короче, он купил машинку. Теперь у нас... Я говорю, не нужно вам выплачивать. Говорю, выплаченная машина. И мы, мы говорим, мы же родственники, ты же сын, мы бы и так сделали. Она говорит, я так не могу, я хочу хотя бы так, чтобы хоть как-то отблагодарить. Вот поэтому, Мариша, ну, так вот у нас появилась эта машина. А я уж очень рада, что теперь это самое. Да, пусть старенька, но, говорю, на ходу и выплаченная. Не надо каждый месяц по 400, по 500 долларов отдавать. Вот, хотели упростить свою жизнь, короче, немножко упростить. Вот, а там видно будет, мало ли, что, сколько она еще проедет, хорошо. А там будет, ну, как-то, вот, может быть, и купим еще раз в кредит, а может быть, и в лизинг возьмем, а может, за наличку. Мы не знаем, что там так, как, что закатывать, правда. Вот на данный момент у нас вот так вот мы решили. Вот, Виталик сейчас на траке все равно еще пока. А мне этой машиной, его в школу отвозить, да, в служение, да, в магазин съездить еще куда-то там по своим делам. Мне ее вполне хватит. Вот такие дела. Ну, и когда Виталик приедет тоже куда-то по делам съездить. Что, много ли надо там в деревне нашей, в нашей деревне Южно-Каролинской? Не Теслу же покупать. Не так хорошо. В общем, вот такие новости. Я хочу показать ему, что Беспар едет в темноте. Его вообще не видно. Да. Поймет, не поймет. Ничего он не поймет. Он сидит с телефоном у уха. Так вообще нельзя. Телефон вообще нельзя брать в руки. Ну, я не знаю, как во Флориде, в Калифорнии. Из-за этого огромного. Ну, вообще-то это правильно. Нечего тут. Вот так вот просто, когда я своим болтаю, я телефон не держу, болтаю, набалтываю, что у меня. Это как все равно, что если бы Виталик рядом и Ева, мы едем, что-нибудь обсуждаем, разговариваем все равно. Как бы фоном так. Так даже, ну, как сказать, помогает не заснуть и не это самое. Держать себя в тонусе, когда что-то разговариваешь. А когда монотонно, ты еще молчишь. А если еще устала, едешь. Так что за рулем поболтать хорошо. Но не по телефону, конечно, не вот так. Так что вот. Дорогие мои, давно я вам ничего не наговаривала. Ладненько. Мне так далеко ехать. Из здания ВИЧ на Боккорадон. Трафик небольшой есть, но уже не так, как я ехала туда. Масло вчера хотела поменять. Поехала. Вот это уморы. Четыре часа ждала. Четыре часа. Больше, да, там чуть дешевле, но там ты столько времени потеряешь. Ты за четыре часа столько бы дел. Может, дома еще где-то переделал бы. Оно того не стоит. Легче, там, не знаю, десятку доплатить и поехать в нормальное место. И чтобы тебе быстро это сделали. Потому что четыре часа. И то они меня взяли, консольнули, ничего не сделали. Мы, говорит, вам звонили. Я говорю, а вы не могли, говорю, месседж отправиться, сообщение, чтобы... Я говорю, мне звонят миллион спам, не спам, банки, не банки. Возьмите кредит, еще что-то. Я говорю, то я знаю, кто это звонит. Кто-то отправили. Я говорю, ой, они взяли консоль, не сделали. Я хорошо подошла, спросила. Я говорю, они сразу сказали, от трех до четырех часов. Я такая была. Я говорю, и что ничего нельзя сделать? Они такие, нет, ну можно завтра, хотите мы вам обойдем? Я говорю, я уже четыре часа, что я такая... Я вот реально, еще чуть-чуть, и я бы там заплакала. Настолько я была расстроена. С другой стороны, я всегда себя могу на место поставить. И чтобы, ну, как сама себе скорая помощь, чтобы себя в норму привести, я такая начала искать положительно. Ну и ладно. Ну и что, что в Олмарте четыре часа провела? Зато я походила, посмотрела, вот эти кулы в реке, то есть, ну, конечно, это не четыре часа. Я говорю, ну, это меньше времени заняло. Ну, там еще что-то порассматривала. А так, говорю, у детей была бы, у них кошка, у меня аллергия, так, ну, думаю, ладно. Думаю, у меня ничего страшного, не самое страшное. Я сама себя уговариваю, успокаиваю. Но первая реакция моя была заплакать. Думаю, вообще, как так можно было? И вот прям встал в козу, у меня перед вами еще семь машин. Я говорю, и что? Вы же знаете, что я первая приехала, я тут околачивала, ждала. Ну, вот мы не успеем сегодня, мы уже не успеем. Я говорю, все, все. А надо было оказывать, я вообще первый раз в Омарте меняла. Они мне ничего не предупредили, куда подогнать машину. Ничего. Я перед входом их поставила, да, вот здесь на общую стоянку. А нужно было объехать где-то там здание и поставить с той стороны. Откуда я знала, вы менять почему не предупредили. Если вы берете, даете мне квитанцию, то надо бы сказать, пожалуйста, отгоните машину, поставьте ее вот туда-то, туда-то. Откуда мне знать, где ваша вот эта стоянка, откуда вы забираете машины. Хорошо, я догадалась. Ну, как хорошо, уже поздно догадалась. Я подхожу, говорю, слушайте, а может мне, ну, я потому что, знаете, нашла то место, где, откуда видно, как они делают. И сквозь вот этот вот шап, сквозь шап, и в них большие ворота, и вот это вот окошечко, где все ждут. Я уже со своими покупками там подошла, села, и потом вижу, а там у них парковка ихная, понимаете, ихная. И я такая, опа, я про эту парковку не знала. Подхожу к этой женщине и говорю, слушайте, а мне, наверное, может быть, надо было туда отогнать машину. Она говорит, да, подгоните, пожалуйста, быстрее. Я говорю, так вы у меня ключи забрали. Она такая, сейчас я скажу работникам, чтобы вам вернули ключи. И работник вот выходит и говорит, а мы вам канцел сделали. Я говорю, ну, спасибо. Да, может быть, моя вина есть. Да какая моя вина? Вы должны, вы, это ваш бизнес, должны объяснить, куда поставить машину. И вообще, может, приехала с Аляски или там, я не знаю. Ну, да. С деревни я приехала, с Южной Каравинской. Я не знаю, где у вас возле этого Волмарта вот этого. Так расстроилась, ребятки, так расстроилась. А сейчас уже успокоилась, ладно. Зато, Павла, машинка довольная, видите. Все хорошо. Трафик что-то притормаживает впереди. Менять линии постоянно нет смысла. Только поменяешь линию, там затормаживает. А еду спокойно, а то тут, говорю, все как ужаленные. Сейчас вообще такой этот маневр видела. Этот вообще едет, тоже в телефоне, видимо. Так стоит. На одну линию заедет, на другую. Вообще передо мной. Надо, наверное, все-таки уйти от нее подальше. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Налево, направо. Короче, я с такой маневр видела. Я стою в третьей полосе. А слева, если считать. Левая самая, поворот на левый, либо разворот. И вот тут машина... И вот эта машина, которая слева от меня проехала по вот этой второй полосе. И объехала вот так эту машину, которая стояла на повороте. Надо сказать, что вот эта вот между нами машина не поворотовая. Keep left to stay on I-95 North. Это полоса не поворотная. То есть бывает две... Continue on I-95 North for 4 miles. Бывает две полосы налево, а тут была одна. И вот эта вторая полоса не на поворот, а прямо. И вот машина, короче, проехав по этой полосе, которая должна быть прямо, а там красный свет. И она прямо на красный свет, огибая вот эту вот машину, которая стоит на повороте, вот так вот, и взяла, развернулась на красный свет. Я вообще, говорят, что так можно было? Ну, во Флориде, видимо, можно. Я... Чего только не увидишь на дорогах. В нашей деревне, в Южно-Каролинской, конечно, очень тихо все. Хотя некоторые жалуются тоже, как водят. Но я говорю, ну, вы просто в Майами не были, наверное. Чего тут жалуются вообще? Это черепахи потихонечку плетутся, довольно-таки вежливо плетутся. Культура вождения есть все-таки в Южно-Каролине. Так что, повторяюсь, опять, извините, что вот так вот камера, просто у меня это держатель телефона там стоит. Я еще тут ничего не настроила. Мне тут нужно, да. Другой держатель купить. Подходящий под эту модель машины, чтобы как бы, ну, крутить его. Его можно крутить, но постоянно выпадает из этой решетки. Поэтому, да, другие видео, посмотрите мои, они у меня все вот так, все нормально. Иногда очень редко... In two miles, use the right two lanes to take exit 48B for Florida 794, Yamato Road. Так что, очень редко, когда у меня вот так вот вертикальные видео, очень редко. Так что уж простите меня, так получилось. Я знаю, что такие лучше для Инстаграма, а не для Ютуба. Это же болтовня, что вам на меня уже не нужно разглядывать, правда? Все. А завтра еще, так как я здесь, пойду покрашусь, потому что я там еще не нашла, кто мне покрасил бы нормально. Стричь нашла, кто мне подстриг хорошо. А она не красит, поэтому девочки, ну, мы завтра свалюши с невесткой поедем краситься. Девочки одной идут. Вот, мне бы по-хорошему еще зубы здесь доделать. А так получилось, что та, у которой я зубы делала, они под следствием с мужем. Представьте, там какие-то махинации. Я вообще в шоке. И думаю, значит, закрыли все клиники, я не смогу у них доделать зубы. А кто, никто не будет доделывать зубы. Там, где мне шлифты поставила в одном месте, никто не будет доделывать чужую работу. Я не знаю, что теперь делать. Может, их, надеюсь, оправдают. Ну все, давайте все, целую. Я уже подъезжу. Что творится-то, что творится? Бедный Джек трясется, сидит. Время 12 часов 10 минут. Весь дигра хочет. Хотела погулять с ним. А никак его даже из-под кровати не можем вытащить. Это вот старые воздуховоды Виталик повытаскивал. Что-то сложил аккуратно, одну в другую, чтобы компактненько, видите? Ой, мамочки. Виталик, покажи личико. Ой. Ку-ку. Виталь, покажись. Ну покажись. Ну я лежу на обеде, поэтому... А, тебе там тесно, да? Ты двигайся сюда вот. У нас что, эпидемия? Ты как из фильма эпидемия. Что там, много тебе еще осталось? Ну, ждет. Идет? Идет чередом. Ты вылезать-то забираешься оттуда? Первый час уже. Ты знал? Не знал. Слышал, как бабахает, да? Никто не зовет, я ей. Так а я тебя сижу, не сплю, не ложусь, жду тебя. Думаю, сам. Давай колбашу. Давай. Завтра лучше пораньше там доделать, встать и доделать. У деток такой же ламинат, как у нас во Флориде здесь был. Это у меня как тапки. Использую. Хороший цвет. И люстрочки точно, точно, как у нас здесь во Флориде, в доме, в этом, в Таунхаусе. Точно такие же над столом вот висели. Внутри колбочки красиво светятся. И вот посередине между, так скажем, ну, короче, такая жилая, как это, зона отдыха. Тоже такие у нас висели разного уровня. Ну, они и сейчас висят. И между телевизором и диваном, в общем. Что-то мне как мутнеет. Как-то камера стала странно работать. Вот айфон. Чуть-чуть поработает и начинает. Новый покупайте, новый покупайте. Ага, сейчас. Такие красивые люстры, правда? Ну, вот и утро. Посмотрите, как хорошо. Это коврики. Не передать словами, какие они были грязные. А сейчас вы посмотрите, какая красота. Это ж какую надо иметь. Ну, химчистка, это понятно. Ну, все равно всякие вот эти вот... Распособление. Это вот с той стороны что-то ободранное. С этой стороны. Посмотрите, какая чистота. Что-то привлекло. Чего-то. Так, смотрим. Здесь они, посмотрите, все натерли вот этим каким-то черным. Тут что-то промазывали. Все промыли. Все, все, все. Ну, это я еще проехала, не знаю, мили 30 или 40. Потому что туда-обратно заехала еще, заезжала. Поэтому еще запылилась. А так... Ну, даже сейчас все равно проехав столько, посмотрите, чистые колеса. Но мне колеса не важны были, если честно. Мне важно было... Мне важно было, чтобы внутри было чисто. Да, колесики тоже чистые стали. Аж видно название. Все. Ну, мальчикам может важно. Мне главное, чтобы внутри. Прям вот мне хотелось, чтобы... Нормально пахло. Ой, пахнет хорошо. Они всю кожу обработали чем-то. Вот. Видите, какая чистота. Как было и как стало. Все коврики, все, все, все. Это просто как они вели, это вот ворс. А так все чисто. Как можно такую старую машину отмыть? Это, знаете, я все время говорю легко, когда машина и так нормальная. Ну, как бы и так почистили. Вроде бы этот. Классно, молодцы. А очистить такую грязную машину, это действительно, как бы видно сразу результат. И видно, что работа серьезная была. Молодцы. Все тоже в каждую щелочку залезли. Все, все, все. Где, конечно, смогли этот, я имею в виду, отмыть. Ну, здесь тоже, видите, ковер был. Ну, если предыдущие видео посмотреть, ковер был просто ворс. Посмотрите, все, все, все. Каждую щелочку. Здесь нормальная, кстати, более-менее кожа. Ну, нет, вот тут вот чуть-чуть пою за... Ну, не чуть, а, как сказать, потрескавшаяся. А так более-менее. Отмыли, молодцы. Молодцы. Сейчас коврики постелю. Сюда Ева садилась уже. Вчера подвозила ее. Сейчас коврики постелю. Вообще красота. А, чехлы надену. Красота будет. Еще чехол на... Руль. Кстати, этот... С одной стороны прохладно, с другой стороны тепло. Прям солнце палит. Но ветер чуть-чуть прохладный. Такое приятное, тихое утро. Где-то самолет куда-то кто-то полетел. Но с другой стороны все спят. Ой, только сейчас заметила, что здесь есть эти ручки. Этой штуки нету. За 20 лет. Вот тут они сказали, что, конечно, пришлось возиться. Но я видела здесь у них, у предыдущих хозяев, было все бумагой под ковриком. Картон, бумага, что-то они здесь пролили. А который отмывали, говорит, похоже какую-то на кровь. Ну, может быть, знаешь, шашлыки везли, я надеюсь. Что ничего такого, что... И борс, видите, прям аж... Ну, это уже прям вообще никак. Ну, говорит, прям мыли и красное, красное, красное. Ну, не вино, наверное, все-таки шашлык. И все-таки, наверное, никого не прибили здесь. Вот. Ну, потому что знакомые продавали. Ну, это не так важно уже, потому что машина 2004 года. 20 лет машина. Вот здесь коврик постелю. Еще вот так что-нибудь, может, вот так коврик. А у нас там так и есть. Сейчас попробую. Так, он высох. Высох. Сейчас попробую постелить, как будет. Тоже все чистенько. Это я уже на ногах принесла. А нет, это какой-то этот... Представьте, новый, как... Ну, прицепляет к новым вещам. Вот. Но с водительским креслом уже что сделать? Понятное дело. Она говорит... Ну, я говорю, я понимаю, что ты уже ничего не сделаешь. По чехол наденем нормально. Я потом еще этот... Они сказали, говорят, так как торопились, что я сидела. Говорят, если что-то где-то найдете, не огорчайтесь сильно. Ну, не остро. Короче, не обессудьте. Я говорю, да я главное, чтобы санитарей было и воздух хороший. Там где-то что-то, если что, я подотру. Я понимаю, что 31 числа приехала и еще сидела над душой, как говорится. Я же... Я говорю, я вообще не притязательная. Конечно, если бы там заплатил дело на деньги и вообще ничего не сделал, я, конечно, ну, скажу, что вот здесь, вот здесь. А так-то, в принципе, я непридирчивая вообще. Ну, где-то что-то и цукей. Ну, я не особо даже придраться ни к чему. Хотя я даже не придирчивая. Ну, вот. Ладно, чехол надену, эти ковырики пошла сделать. Я просто хотела еще багажник вам показать. Какое прекрасное дерево. Вот тоже. Смотрите. Все как новое. Даже вот, ну, смотрите, все-все, даже вот такие вот штучки все помыли какие-то. Видите, я еще даже туда не лазила. Все-все-все. И вот эту вот, которая... Тоже все отмыли. Она была очень-очень-очень грязная. Они даже ее отмыли. Да, да. Так, пусть здесь в углу лежит. Так. Хочу, наверное, сначала детям показать, а потом... Буду стелить. Они еще не проснулись. Что они тоже хотели сделать химчистку. Вольксвагена своего. Ну, вот, вообще. Вольксвагена своего. Первый раз это делаю. Хочу сама. Написано надевается в считанные секунды. У меня, наверное, будет в долгие минуты. Но надо же. Как говорится. Что такого? Надо пробовать. Слушай, как она надевается в считанные минуты? По размеру, да, подходит. Но как? О, мамочки. Растягивать, что ли, ее надо? Не, она не наденется в считанные минуты. Ой, она слишком плотная. Ой, это все очень сложно. Все, я пошла, Виталий, кусочек. Ха-ха.